Будут ждать и наверняка дождутся пьяных водителей инспекторы ГИБДД. Специалисты со 2 по 4 августа будут проводить сплошные проверки автотранспорта на территории региона. На дежурство выйдет более 200 экипажей. Гораздо меньше людей проверяют водителей спецтехники, хотя от них тоже многое зависит. Кто ремонтирует дороги области и почему многих из них вполне можно назвать автохамами, поймете из нашей традиционной рубрики. За ремонтом в Иркутском микрорайоне «Юбилейный» сегодня следят не только подрядчики и прохожие, но и сотрудники гостехнадзора. Проверяют, кто приводит в порядок дороги, ведь абы кому садиться на спецтехнику нельзя. Однако на практике все не так. Этот водитель не имеет документов, которые позволяют ему управлять самосвалом. Так, ваше удостоверение? К сожалению, не взялся. А где он? В данный момент отсутствует. За отсутствие документа на руках положен штраф. Впрочем, это, как выяснилось, еще цветочки. Следующий участок. Тут водитель катка, как выяснилось, вообще не имеет права на его управление. На просьбу припарковать технику для дальнейшей беседы демонстрируют чудеса вождения, параллельно умудряясь нарушить не только правила, но и технику безопасности. Выручить призрачного дорожника спешит начальник. Всю вину берет на себя. Нарушение в связи у нас произошло. В связи с тем, что у нас сотрудник утром явился на работу в нетрезвом состоянии. Соответственно, мы его отстранили в целях безопасности и вообще по закону. Посадили по моей инициативе, по моей просьбе. Везде ли так безалаберно относятся к работе? Следующий участок ремонта дает надежду. Здесь у водителя есть все необходимые документы. И права этих осмотров в порядке. Жаль, что это явление редкое. Чаще всего встречаются нарушения в части отсутствия удостоверения тракториста машиниста. То есть нарушение правил допуска к управлению самоходными машинами без соответствующей категории, либо права допуска к соответствующим работам. Как знать, может жители региона так часто жалуются на состояние дорог, потому что ремонтируют их те, кто даже права на технику садиться не имеет. Остается надеяться, регулярные рейды вскоре изменят ситуацию. Данил Седов, Владимир Пинаев. Новости по будням.